Одна в санатории, в психушку. А как вы, если она мне не подписала заявление на отпуск? Она мне сказала, нет, я тебя отпускаю. Так ты ко мне относишься, так я к тебе. И все. Ну, в общем, короче говоря, конечно, вы непосредственно, значит, сто процентов, конечно, вы находились в мании. А если бы она подписала мне заявление на отпуск, я бы не обратилась в психушку. Я думаю, что сто раз ты не подписалась ко мне. Я не знаю, вот этого я не знаю. Это сослагательное наклонение. Если бы она подписала, я бы не. Я бы не обратилась. Ну, хорошо, в общем, вы поймите, поведение было, три сережки, активность, я все могу. Более того, даже появился отношение, что она... Кстати, а вот теперь, вот постфактум, постфактум. Как вы думаете, она действительно хотела вас увольнять или нет? Где вы? Да я тут, я просто думаю. А что вы думаете? Это надо сразу же поймите. Когда человек находится в бредовом состоянии, в психозе, он думает так. Вот. Он так думает. А если, если человек, а если человек потом выходит из психоза, он понимает, что я вел себя не так. Что никто не хотел меня увольнять, никто не... Это, я была больна. Понимаете? Вот в чем дело. Во время психоза человек может что угодно у него в голове может быть. Я же вам рассказываю, что еще за год или за два до этого она просила, чтобы меня в другой отдел перевели. Ну, как бы, я ее не устраиваю. Она меня водила к директору и просила меня перевести в другой отдел. Поэтому, окупе я знаю. Я поэтому опосталась. Ну, я понимаю. Нет, подождите. Ну, вы поймите. Все равно, все равно тут, тут, вы поймите. Очень много несовпадений. Я вас могу понять. Я могу понять логику ваших, значит, объяснений. Но оно, оно ваше поведение абсолютно логичное. Почему? Потому что, если человек опасается, то человек все это миром. Он идет к начальнику, он как-то просит и так далее, и так далее. Кроме того, в этот период нет этого оживленного состояния. Нет этого, понимаете ли, покупок там, как вы говорите, сережек, общительности. Понимаете? То есть, естественно, изменилось ваше поведение. Вполне вероятно, что и начальник увидел ваше, или начальница ваше поведение. Это первое. Второе. Второе. Если человек нормальный, вот он видит, что все, меня хотят уволить, меня хотят это, то есть в здоровом, нормальном состоянии. Он либо действительно предпринимает какие-то действия, вот, подключает какую-то помощь, просит, там, в лучшем случае через суд идет. Вот, понимаете, он борется, либо он просто уходит. Вы же, вы же, ложите психиатрическое, это что, норма, как вы считаете? Я, у меня конфликт на работе, а я иду, значит, лечь в психиатрическую больницу, дать повод начальнику, меня таки уволить. Начальник может сказать, да, я уволю. Почему? Она не справляется, вот у нее, там, шар или бар и так далее, и так далее. Понимаете? А вы хотите доказать, что все, все. Так вот, вот сейчас вы же уже как будто бы в нормальном, как будто бы, мы еще не знаем. Вот как вы оцениваете ту ситуацию, ваше поведение? В чем оно было болезненно? В чем оно было неправильно? В чем вы ошибались? Ну, критики-то не было. Так я об этом и говорю, вот это же оно и есть, критики не было. А если бы, а вот как бы вы сейчас вели в себя, вот когда критика появилась бы? Ну, как-то бы по-другому бы вела. Ну, как, как, по-другому, вот как? Ну, бы не легла бы точно. Ну, совершенно верно, хорошо. Значит, когда вы легли, вот там вам впервые поставили шар, да? Ну, я когда начала с нашему местному психиатру, и мне дали направление, ну, я жаловалась на начальника, что у меня на работе там, она мне дала направление, написала под вопросом, два диагноза, типа, тревожно-депрессивное расстройство, написала. Ну, как бы вот я... Какое? Маниакально-депрессивное? Нет, тревожно-депрессивное. А, тревожно-депрессивное, так. А почему мне на наши местные городские психиатры приняли, что вообще даже не биболядное, не шизо-эффективное, а просто тревожно-депрессивное, они меня приняли вообще за здоровое. Нет, а там не было никакого тревожно-депрессивное, это все ерунда. Значит, а почему местные в больнице психиатры, почему они решили, они восприняли, они восприняли вот этот ваш страх, опасение, что вас уволят, да? Как бред преследование, да? Нет, не понимаешь, я как сказала, что они... Она меня лжиться не хотела, я сама настаивала. В том-то и дело, что, как бы, она меня... Я сама настояла, чтобы вы меня госпитализировали, она мне не предлагала, это я сама настаивала. Да я не об этом сейчас спрашиваю, почему вам в больнице местные психиатры поставили шар, не только бар, а шар? Я вам повторяю, местные психиатры городские мне не ставили ни бар, ни шар, они меня приняли за нормальную, с невротом там, тревожно-депрессивное поставили, такое что-то. Подождите, что значит местные психиатры, амбулаторный? Да, да. Ну, я это понял, боже мой, это я понял, но вы вас положили в больницу? Я взяла направление и поехала в областную больницу. Понятно, вот, а вот теперь мой вопрос, почему в областной больнице вам поставили либо шар, либо бар, потому что бар там был на лицо, а шар почему? Подождите, ну подождите, я же вам рассказываю, вы меня перебиваете. Когда меня принимал врач дежурный, перед тем, как меня ложить, я же приехала, у меня написано тревожно-депрессивное расстройство. А он меня опросил, вот, в течение там получаса, часа он меня опрашивал, а потом сказал, у вас биполярное расстройство, гипоманиакальная стадия, он мне сказал. Правильно, а откуда шар взялся? Ну вот, я и думала, что у меня биполярное, я потом, когда меня положили в больницу, ну он мне сразу сказал, вас положат в острое отделение. А я не хотела ложиться в острое, я хотела лежать в отделение неврозов, вот. С гипоманиакальным или маниакальным состоянием в отделение неврозов не кладут, а это психоз, вы понимаете, мания это психоз. Ну он сказал, гипоманиакальное состояние, он мне такое запомнил, он сказал, у вас биполярное... Да какая разница, гипомания или мания, это одно и то же, это степень только. Это психоз, и гипоманиакальный это психоз, и маниакальный это психоз, только мания это сильный психоз, там вообще уже человек ни черта не соображает. Гипоманиакальный несколько слабой степени. Ну хорошо, откуда шар опять я схожу? Вот почему я перебиваю. На каком основании шар? Ну вот, я вам рассказываю. Я была уверена, что у меня биполярное расстройство, гипоманиакальная стадия, как мне сказал врач. Я была в этом очень абсолютно уверена. Поэтому через полгода я получила на руки выписку, и я только через полгода узнала, что меня поставили не так, как мне сказали дежурный врач, биполярное расстройство, а я узнала, что мне поставили в больнице диагноз шизоэффективная маниакальная стадия. Называется не шизоэффективная, а шизоэффективная маниакальная фаза. Шизоэффективная маниакальная. Я все могу, я абсолютно все могу, все дураки и так далее. Там человек начинает какие-то наполеоновские планы. Но у вас же было, в общем-то, какой-то страх, страх того, что начальник вам придирается, что начальник хочет. Может быть, вот это послужило? Вот это послужило. Они посчитали, что то, что я в маниакальном состоянии жалуюсь на начальника, что это у меня бред. И поэтому, наверное, влепили. Мне так и написали там выписку. Я понял, я понял, я понял. Хорошо. Теперь следующий вопрос. Может быть, конечно, навряд ли, навряд ли это шар, навряд ли, навряд ли это был бред. Вот. Ну, а может, кстати, кстати, а вообще вы подозрительная личность всю жизнь были? Когда он вначале меня не трогал, когда он вначале перестал меня ущемлять по работе, я потом, у меня через два года была опять мания, но она меня не трогала. И у меня не было никакого уже подозрительности, что она меня хочет. Вот когда она меня не трогала, то у меня мания протекала в чистом виде, без вот этого, без подозрительности. Потом же я потом пришла вторую приступную манию с этой же начальником. Хорошо, я понял, я понял, я понял. Ну, тут я, конечно, не помню, что 4 года, вот, но я думаю так, тут, конечно, о Шаре говорить нельзя, хотя, хотя, я опять спрашиваю вопрос, вообще-то вы подозрительная всю жизнь были? Ну, не знаю, я что-то... Ну, хорошо, давайте мы вот сейчас поговорим. Да, подозрительность, наверное, у меня есть такая, ну, может, да, наверное, подозрительная. Подождите, ну, подозрительная. Скажите, а кто у вас, вот, мы же уже, наверное, с вами, если 4 года беседовали, с кого вы пошли, от кого вы взяли это? Ну, вы мне тогда сказали 4 года назад, что у меня биполярное расстройство от моего отца, якобы. А что, а вот теперь расскажите про отца, в чем его поведение было такое заметно? Ну, я не знаю, я как бы не считаю, что у него было биполярное расстройство. Ну, у вас же есть, у вас, понимаете, уже бар, я вам точно, вот, я другое дело, мы еще не разобрались, есть Шар или нет, но вам выставили Шар, то есть и шизофрению, и биполярное расстройство. Значит, от кого-то же вы должны получить были это. Знаете, почему мне могли еще поставить диагноз шизофрению расстройства? Потому что я в больнице рассказывала за свою бабушку по отцу. Я рассказывала, что у меня бабушка по отцу была, у нее что-то было ненормально, у нее было с головой. Что она хотя бы никогда не лежала и не лечилась, она мне рассказывала, что ее хотят соседей отравить, что соседи дали ей там компот, а в компоте она увидела таблетку растворенную. О, так подождите, так это же мать вашего отца, конечно, то есть вот у бабушки был бред преследования, она что, считала, что ее хотели отравить или что? Она была старенькая, ей было лет 80. А, подождите, это уже деменция, 80 лет деменция, там тоже бред бывает, там тоже бывает бред, 80 лет деменция, и там бред, что тебя, понимаете, вот старые люди в деменции, они забывают, куда они положили, ой, украли, соседи пытаются на меня воздействовать, они хотят меня извести и так далее, и так далее. Потому что она уже старая была, она уже была в детство, Павла, да, или как? Она мне вот это жаловала, что то ее соседи хотят отравить, то ей молоко там из другого бетона наливают, это бред. Правильно, правильно, но это, это, это старость. Конечно, не каждый старый человек, и не каждый человек, впавший в деменцию, вот, у него возникает, значит, бред преследования. Там бывают депрессии, бывает память, бывает просто дебильность, понимаете, дефективность, человек ничего не понимает, забывает закрыть газ, там, выключить свет, дверь, выходит на улицу, не может найти. Разные формы, а бывают и вот паранояльные формы, вот, что меня хотят, меня подливают и туда, и сюда, значит, конечно, бабушка носила этот ген. А что со стороны папы было? Ну, папа, мне кажется, нормальный был. По сравнению с бабушкой, я ничего такого не вижу, что у него ненормального не было. А папа, подождите, папа был здоровый, да? На мой взгляд, да. Это, подождите, на ваш взгляд, на ваш взгляд. Давайте мы так скажем, у папы были братья и сестры? Да, брат и сестра были. Вот скажите, дядя и тетя были здоровы или чем-то болели? Ну, тетя умерла в 40 лет от какого-то заболевания такого, ну, там, то ли рак, то ли еще что-то. Не, рак это, вот сейчас я вас лучше стал слышать. Скажите, рак это не то, я имею в виду душевное, дядя и тетя, вот психическое. А дядя, третий, младший брат, он пьянствовал, он умер от пьянки. О, он что, в каком возрасте он умер от пьянки? Ой. Ну, приблизительно, приблизительно. Ну, лет 50. 50 лет, что он, погиб? Он что, замерз, утонул или как? Отравился какой-то паленой водкой или как? Ну, что, я, честно говоря, уже не помню, вот это надо у мамы спрашивать, я не помню, он же жил в другом городе, поэтому я как-то... Ну, хорошо, ну, не помните, ладно. Значит, посмотрите, бабушка, а, кстати, а в молодости бабушка была здорова психически? Ну, отец рассказывал, что она была и по молодости была со странностями. А какие странности были? Ну, отец рассказывал, что она выключала свет в комнате и со свечкой под кроватью проверяла, нет ли там... Конечно, вот это и есть, это бред, паранойя. Значит, бабушка страдала паранойей. Вот. Я думал, что это только 80 лет, а, кажется, бабушка молодая со свечкой искала под кроватью черта или кого там она искала. Ну, она умерла так, она начала по вокзалам бродить, она боялась дома ночевать, ей был страх, что ее там дома убьют, она ночевала на вокзале. Нет, нет, ну, поймите, это вот, вот, бабушка, бабушка страдала паранойей. Ну, а в старости это, естественно, только могло и обостриться. Кстати, бабушка не лечилась? Нет, 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 никогда не лечилась. Она не общалась, она говорит, нет, нормально была, чуть не жаловалась на ней никаких там не было. А папа рассказывал, что бабушка даже молодой искала кого-то, врагов каких-то, да? Ну, у нее была, не знаю, паранойя со свечкой, я все двухчала в комнате и со свечкой под кроватью, типа, искала там кого-нибудь. Понятно, понятно, ну, понятно, ну, вы сами понимаете, ну, здоровый человек будет, и вы же не ищите. Значит, бабушка носитель гена, минимум, минимум паранойи. Паранойя это, в настоящее время, это всегда шизофрения, F20-0, паранояльная шизофрения. Все, понятно, значит, так, один, значит, это бабушка, один из ее сыновей был алкоголиком, правильно? Алкоголиком. Настоящий, опустившийся, да? Да, да, он пил, там, боярышник такой, все вообще, ну, как бы... Все, значит, он, естественно... Кстати, у него не было запойное пьянство? Ну, наверное, он такой был вообще... Нет, запойное пьянство это так, мог пить, а потом какое-то время не пить. Да нет, наверное, он, по-моему, постоянно пил. Ну, хорошо, постоянно пил. Тетя? Нет, тетя, у тебя, нормальная была. Тетя была нормальная. И папа, наконец-то? Папа нормальный был. Папа не пил? Ну, любил выпить. Ну, как, он не был алкоголиком, но выпить любил. Хорошо. Папа в каком возрасте умер? Я не знаю, мы с ним не общались. Вы в какие общения с ним? Что, значит, не общались? Он что, родители разошлись? Ну, они разошлись, когда мне еще 4 года было. А почему разошлись? Он изменял. А, маме изменял. Ну, в общем, короче говоря, я все понял. Значит, смотрите, бабушка действительно страдала паранойей. Но она не лечилась. Очень многие паранойики не лечатся, понимаете? Вот там бред изобретательства, эти вот квирулянты, которые за правду борются, понимаете? Вот меня все обижают. И в суды, и в суды. Их считают борцами за справедливость. Значит, все понятно. Все понятно. Значит, вот, совершенно верно. Но, ставить чизоаффективное расстройство вам, значит, они имели право только при наличии, кроме мании в тот момент, еще и бреда, паранойи. Ну, они, я так понимаю, решили, что у меня бред, что я жалостный начальник, а это у меня бред. Они так и написали в выписке. Хорошо, хорошо, все понятно. Понятно. Там, конечно, мне трудно теперь сказать. Я не присутствовал, я не знал, бред это не бред. Вопрос следующий, что все-таки, если речь идет о шизоаффективном расстройстве, то бред остается. Это уже 10 лет прошло. Вот в течение 10 лет были какие-то еще бредовые, значит, кроме того, что депрессия и мания, это понятно, это бар. А вот присоединялось ли и в депрессивной фазе, и в маниакальной или гипоманиакальной фазе присоединялся бред какой-то? Дело в том, что мне написали в выписке, что у меня бред отношения по отношению к начальнику и коллегам. Потом, когда я с коллегами на работе ругалась, и когда они меня ущемляли, я такая, ну как, это бред отношения, это бред отношения. Тебе кажется, что они к тебе плохо относятся. Ну, я как бы так уже шутила про себя, чтобы они, ну как бы, ну поняли, да? Потому что у меня, ну как бы, чисто женский коллектив, все равно, бывают там вот детерки между коллегами, там, поругаешься с кем-то. И потом после этого я всегда, как бы, про себя шутила. Это тебе кажется, что они к тебе плохо относятся. Тебе болит, конечно, что я бред отношения по отношению к коллегам. Ну, так уже, если... Подождите. Давайте так, кажется. Когда кажется, в детстве говорили, надо креститься. Когда кажется, крестятся. Значит, дело же не в этом. Вы мне скажите, вы что, действительно многих подозреваете, что к вам плохо относятся? Нет, я их не подозревала. На самом деле, как бы, ну как бы, коллективе мне ругало, что от коллегами... Хорошо, ладно. Вы знаете, я вам вот что хочу сказать. То, что вы продолжаете работать, это же вам было 34 года. Если бы у вас было шиза, вот я убираю шиза, приставку шиза, вот, то, конечно, вы бы не... Вы же продолжаете работать. Вы все время работали, да? Нет, я никогда не увольнялась, меня никто не увольнял, я как бы все время работала. А вы что, а вы что, там и остались, вот, с этой начальницей? Да, я с этой начальницей переработала, коллег переработала. Коллег, которые, с которыми я ругалась, их поувольняли, а я осталась. Не, подождите. Это, то есть, вы мне сказали, что вы там так и остались. А начальница уже хорошо к вам относится? Ну, а потом она стала ко мне нормально относиться, перестала меня трогать, и нас, вот, как бы с ней так, тихо, мирно, полюбовно разошлись. А может быть, как разошлись? Вы уволились? Нет, нет, мы с ней после этого еще работали пять лет. После того, после того. Понятно, понятно. Скажите, а может быть, это у вас отношение к начальнику, или мнение о начальнице, или это идея, что она к вам плохо относится в результате медикаментов? Когда вы начали принимать антипсихотик? Ну, я начала принимать, ну, как в больнице, мне как положили, когда я положила, в Ленов, 10 лет назад. Тогда мне назначили антипсихотик, вот тогда я принимать начала. А какой антипсихотик 10 лет назад? Ну, у меня в больнице, тогда я принимала висперидон. Так. Вот, и дело в том, что, может быть, это еще, то, что диагноз мне усилили, когда я начала принимать лекарства, мне стало хуже. Вот, и дело в том, что это реально.